Семья Единения Отечества Семья Единения Отечества Семья Единения Отечества Семья Единения Отечества Ежегодно получает высокую оценку Святейшего Патриарха Кирилла Вот и сейчас на ноябрьской выставке Русь Православная К Дню Народного Единства Церковная книга издателей Беларуси Получили Патриаршее благословение Благословение Беларусской земле Беларусской церкви Народу и государству Беларуси Заместитель губернатора Минищина Отметил, что совместная работа Церковных, общественных организаций И местной власти Несомненно дает положительные результаты В социальной сфере Мы работаем и с трудными Мы работаем и с хорошими семьями Мы работаем в школах Вот за это время И конечно же я бы сказал Там где она прошла Вот эта программа По крайней мере мы везде Слушали от людей только благодарности Поэтому это говорит о том Что мы вместе сегодня С Православной церковью Работаем на созидание Главная цель акции программы Семья единения Отечества Созидание семьи Беларуси В школах Заславля И поселках Минского района В эти дни высадился Молодежный десант Студентов Института теологии Белгосуниверситета И волонтеров Центра поддержки Семьи материнского Матуля Темы для обсуждения Самые волнующие Современных старшеклассников Например Гражданский брак Настоящая ли это семья Когда проводили исследования Среди студентов Тех, которые живут в гражданском браке И на вопрос Готовы ли вы заключить сейчас Свои отношения В ЗАГСе 80% парней Сказали, что нет Мы не готовы И мы не собираемся С этой девушкой Идти в ЗАГС В то время Как 96% девушек С радостью заявили Да, же, конечно Он будет со мной Дальше продолжать отношения И мы с ним Заключим наш Официальный брак Крепкая семья На чем строится Ее фундамент На эту тему Проходили беседы Школьников Со специалистами В области Антикризисной психологии Психологии Семейных отношений Старшеклассники Соглашаются с тем Что молодым людям Живущим для себя Никогда не построят Настоящей семьи Семья действительно Должна строиться На любви Любви Как способности Жертвовать Это жертва Себя Как бы людям Которые тебя окружают Которые тебе действительно Дороги Это как бы не только Противоположный пол Но и родители И друзья Это все, что тебя окружает Все, что тебе дорого В Беларуси На первые 5 месяцев 2012 года На одну тысячу Зарегистрированных браков Пришлось более 800 разводов Главная причина Такой статистики Нездоровая мода На крайней индивидуализме Осутствие способности Преодолевает собственное эго Благодаря общению С семейными психологами Молодые люди Начинают пересматривать Свое поведение У меня есть и такие мальчишки Что четко стоят На своих позициях Именно эгоизма О котором говорил Константин Владимирович А есть те Кто ищет себя И было бы очень хорошо Как и для малышей Для малышей Это наверное Такое зернышко Было где-то заброшено И почва Очень благодатная Нужно закладывать Эту защиту Духовно-нравственную Заранее Понимания этой категории Нравственности В ее истинном значении В христианском Нету К сожалению Мы должны этот фактор По сути На духовном уровне Актуализировать Это защита Человечности нашей Это По сути Ключевая категория Которая На сегодняшний день Может Каким-то Образом Ну если скажем так Не спасти ситуацию Не изменить кардинально То во всяком случае Улучшить ее Значительно улучшить В рамках акции Семья Единения Отечества Проведено ряд мероприятий Это и волонтерские отряды Которые работали По благоустройству Памятных мест Это встречи С различными специалистами По профилактическим мероприятиям Профилактике суицидального поведения Профилактике алкогольной зависимости Среди подростков Табакозависимости И ряд других Мы проводили ряд конференций Для педагогических работников В любом случае Такие акции Позволяют объединить Вокруг себя всех заинтересованных В деле воспитания Подрастающего поколения И взаимо обогатить Еще накануне проведения Акции программы Семья Единения Отечества В Заславле Ведущие социологи И историки И ученые других специальностей Национальной Академии Наук Беларуси Известные общественные Деятели Духовные лица Депутаты белорусского парламента На общественном форуме Под эгидой Международного благотворительного фонда Семья Единения Отечества Приняли резолюцию обращения Министерства образования И другие государственные структуры С призывом содействовать Скорейшему введению В систему образования предметов Основы отечественной Духовной культуры И духовно-нравственные Основы семейной жизни Под резолюцией подписались И ведущие педагоги страны Участники свято-ефросиневских Республиканских чтений Учитывая реалии Сегодняшнего Послеиндустриального мира Когда Участилось Не то что участилось А усилились Вопросы информационного воздействия В первую очередь На подрастающее поколение Вопросы духовного воспитания И вопросы религиозной безопасности Они приобретают Общенациональную концепцию И общенациональное значение Потому что Если мы не будем об этом Беспокоиться И об этом заботиться Значит об этом будут Беспокоиться В кавычках Наши оппоненты Это вопрос спасения нации Ибо будущее нашей страны Зависит от того Кто придет на смену нам Если это люди Без духовного стержня Люди без определенного смысла Цели жизни То это обязательно Приведет к какой-то Катастрофе Начатки этой катастрофы Уже просматриваются В нашей стране В плане демографии Уже сейчас Не хватает педагогов В конце концов Может не хватать Тех, кто служит в армии А без этого Государство обходить не может А проблема Демографии Она сугубо духовная Отсутствие ответственности Эгоизм и взрослых И молодежи Главные причины абортов Тема сохранения жизни Одна из центральных Проведений программы Семьи единения Отечества Предвижная выставка По профилактике абортов И семейному воспитанию Театральный форум Сила жизни Камерного драмтеатра Издательства Белорусского экзерхата Призывали молодых людей Задуматься о даре жизни Похожие вопросы Выносились и на повестку Круглого стола В Миноблсполкоме Роль медицины и работников Сферы здравоохранения В решении Демографической проблемы Демографический кризис Это прежде всего Духовно-нравственный кризис Конечно Кушеры-гинекологи Призванные давать жизнь Мы волей-неволей Туда втягиваемся В этот кризис Поэтому Если бы мы Пересматривали свою деятельность С позиции демографии То конечно Все бы менялось Сокращение количества абортов Всего лишь на 10% Способно переломить Демографический спад Говорят специалисты За последнее десятилетие Количество хирургических абортов Сократилось в три раза Но это мнимая победа Проблема в огромном количестве Неучтенных вакуум-аспираций И медикаментозных абортов Главная же проблема Нашего общества В сознании людей Лишь 20% молодежи По данным соцопросов Говорят о желании Иметь многодетную семью И только 6% белорусских семей В действительности Являются многодетными Ну вообще говорят о славянском территории Что мы общество Сосформировано Обративно-контрацептивным мышлением Мы все с вами знаем Что женщины В 35% после абортов Остаются бесплодными Но те медицинские осложнения Которые Есть после аборта Это всего лишь надводная часть айсберга Но надежда есть А прошлое В заславленной выставке Радость слова Жители города Заявили о том Что хотели бы иметь Больше детей Больше внуков На сегодняшний день Мы тоже ждем пополнения И у нас Будут Скажи еще два братика Поэтому у нас уже будет Многодетная семья Но я приветствую это Политика нашего государства Направлена именно на развитие Укрепление семей Она социально направленная Поэтому именно школьников И студентов вузов Нужно ориентировать На создание крепких И многочисленных семей Чтобы там был не один-два ребенка А все-таки Да, больше Ну, можно сказать Многодетное Все акции и мероприятия Программы Семьи единения Отечества Способствуют оздоровлению Общественного климата Уверен настоятель Спасоприображенского храма Заславля Отец Николай Если хоть капелька Этого духовного заряда Попадет в наши души Даст Бог Будет меньше разводов И больше детей Это дает Немножко такую Маленькую встряску Духовности Встряску Значит Нашего восприятия И это дает Возможность Посмотреть на себя По-другому Даже просто Придя к иконе Остановиться И подумать Что мы Кто мы Зачем мы Многотысячный крестный ход С участием жителей Из Аславля Гостей из других городов Беларуси И даже России Сафонским образом Божией Матери От рады и утешения Стал настоящим Духовным праздником Своего рода Венцом Духовно-просветительской Программы Семьи Одинения Отечества Среди почетных гостей Этого праздника Были и известные люди Так Среди хоругвеносцев Наша съемочная группа Заметила Народного артиста Беларуси Александра Тихановича И известного Российского писателя Первого лауреата Патриарша Литературной премии Владимира Крупина Если вы видели Снимали крестный ход Это же удивительно И как я смотрел По обочинам Я нес хоругви Мне доверили Благословили И вот видел На обочинах Крестились Многие крестились На некоторые смотрели Как-то виновата Может быть Даже что Они не идут вместе Но внимание Было огромное Радость Некоторое Успокоение У некоторых Удивление Недоумение Но вот этот праздник Это торжество В Заславле Оно прилегло Многих людей Которые И не могут Переступить Скажем Порог храма Пока для них Это чуждо Далеко Но те истины Которые Сейчас возвещает Эта программа Они Эти же истины Мы слышим И в церкви Заблослужения В завершении программы Семья единения Отечества В Заславле Принял участие И губернатор Минщины Борис Батура Борис Васильевич Отметил большую пользу Этой акции Когда церковь Государство И общество Объединяются В решении Демографической Проблемы Одним из главных Приоритетов Которые приняты В программе Социально-экономического Развития Нашего государства Это Человеческий фактор Человеческий потенциал А Вот то Что мы сегодня Участвуем В этой акции Это как раз Борьба за человека Не будет человека Не будет общества Уже на сцене Заславльского Дома культуры Губернатор Минщина Отметил Что сегодня Самая важная Борьба Уже не за душу Человека А за то Чтобы этот человек Появился Несмотря на то Что нет войны Нет катастроф Беларусь Это единственное Может быть Это Культ Эгоизма Потребительства И Путь Исправления В этой ситуации Через вот эту Маленькую Обитель Церковь Маленькую Церковь Нашу Семью Перед многочисленным Залом Заславльского Дома культуры Борис Батура Был достоин Ордена Верность и Вера Международного Благотворительного Фонда Семьи Единения Отечества Высокую награду Вручали Руководитель Фонда Владимир Грозов И российский Писатель Владимир Крупин Знак Международного Признания Знак Международного Признания И это Вообще Огромная Радость Смотрите Вот выдержите Был конкуренцию Я знаю Вашу Могу Наград Очень хорошо Разрешите Вам Аплодительный Аплодительный Финал Акции Семья Единения Отечества Ознаменовал Концерт Семейных Коллективов Минской Области И хорового Ансамбля Благовест Создательство Белорусского Экзерхата И если Благовесту Исполнилось В нынешнем В ноябре 5 лет На сцене Выступил И более Молодой Участник Праздника Появление Которого Еще раз Подарило Надежду На то Что Слово Мама Будет Беларуси Звучать Чаще Я думаю Чем чаще Мы будем Проводить Такие акции Тем больше Людей Будет Неравнодушными К той ситуации Которая Складывается У нас В обществе С демографией Повышением Нравственности Повышением Семейных Устоев И Такие мероприятия Необходимо Проводить И проводить Как можно Чаще Надежды На возрождение Белорусского Народа На демографический Рост Беларуси Не безосновательны На Московском Международном Демографическом Саммите Духовно-просветительское Программа Семья Единения Отечества Получила Высокую Оценку Социологов И демографов С мировым Именем Белорусская Программа Признана Универсальной Технологией Демографического Воспроизводства И это не просто Слова В 11-м году Мероприятия Программы Семья Единения Отечества Системно Проводились В Брестской Области И уже В 12-м Брещино Выдает Самый Высокий В Беларуси Показатель Рождаемости Что мешает Нам Показать Всему Миру Что Славянский Народ В центре Европы Способен Демографическому Росту Способен Принять Тот Дар Жизни Которым Господь Благословляет Белую Русь Редактор субтитров Корректор А.Кулакова